Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает. Почти Четыре жителя Кировской области в этом году отправились в места не столь отдаленные за то, что повторно сели за роль нетрезвыми. Максимальный срок лишения свободы три года. Всего по данным ГИБДД с начала января автоинспекторы выявили более 50 рецидивистов. Альтернативой тюрьме для них может стать штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до трех лет и другие виды наказания. Общее число пойманных с начала года на дорогах региона пьяных водителей, либо водителей, которые отказались от освидетельствования, достигло почти 500. За весь 2021 их было порядка четырех тысяч. Трасса 101 Интересное дело, связанное с автомобилем, рассмотрел суд в Оренбурге. К служителям Фемиды обратилась хозяйка машины, которую ночью сильно поцарапали бродячие собаки. Факт нападения животных на авто помогли установить записи камер видеонаблюдения. Участковый гражданку отфутболил. Тогда она решила самостоятельно призвать к ответу ответственного за территорию автостоянки. Это управление жилищно-коммунального хозяйства Оренбурга. И, о чудо, суд встал на сторону истицы. В качестве компенсации ей полагается 80 тысяч рублей. Трасса 101 Теплое время года не за горами. Вскоре автомобилистам волей-неволей придется делить дорогу с байкерами, велосипедистами и владельцами электрических самокатов. Кстати, по данным одного из популярных интернет-магазинов, спрос на электросамокаты в России в конце зимы-начале весны вырос чуть ли не в три с половиной раза. В два раза на обычные самокаты. Активно наши соотечественники закупаются и сопутствующими товарами – шлемами, наколенниками, налокотниками, наборами для ремонта двухколесных средств передвижения. Добавлю, тема внедрения отдельных правил для самокатчиков и пользователей других средств индивидуальной мобильности в нашей стране только обсуждается. Пока с точки зрения ПДД они являются пешеходами. Трасса 101 Китайский Хавейл получил в России сертификат еще на один кроссовер. Автомобиль носит название Дарго. В Поднебесной он известен под именем Биг Док – большая собака. Этот песик спереди очень похож на легендарный джип Wrangler. В первую очередь за счет фар круглой формы и массивной решетки радиатора. О стоимости Дарго пока информации нет. Означается он безальтернативным двухлитровым бензиновым мотором мощностью 192 лошадиные силы и семиступенчатым роботом. Привод передний либо полный. Среди функций – подогрев руля, климат-контроль, камера кругового обзора, датчики парковки. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101. До свидания.